здравствуйте дорогие друзья сегодня готовим соловецкую уху соловецкая уха я там был на соловках был и в архангельске был и в северодвинске и город онега мы спускались по неге то есть это был в том районе много раз ездил из кимина на катере святой николай как раз который соловецкий катер то есть пробовал я уху но вот сейчас будем ее воспроизводить для этого я взял рыбу горбушу можете взять треску даже вот все это заменить на треску а можете взять горбушу а можете взять даже какую-то другую рыбу которая подходит по ореолу обитания понимаете то есть не обязательно должна быть горбуша в данном случае это горбуша я взял отрезал голову хвост значит даже молоки взял все сварил сюда и положил палочки укропа и палочки петрушки то есть стебли это все вот выварил очень хорошо до хорошего бульона еще даже не разбирал так еще потребуется сливочное масло потребуется луковица морковь одна большая картошка много картошки укроп и петрушка укроп очень любит рыбу рыбный суп значит это все очень здорово стопарик полный водочки я буду готовить здесь на кухне поэтому сами понимаете головешку я не буду приносить и обмакивать то есть это это лишнее но назовем это ухой сливки или молоко вы тут тоже можете взять сливки если вам удобно можете взять молоко самое главное чтобы это не было слишком много молочного слишком много его ну я их разведу а потом буду вливать чтобы это было забеленного как у меня бабушки забилить вот такой вот было слово специи вкусная уха приправа шеф-шаров вкусно уха который можно найти по ссылке в описании здесь у меня в этих специях морковь сухая лук перец черный чеснок куркума петрушка перец душистый лавровый лист вот можете все взять это по отдельности именно для ухи для рук для рыбных супов а можете вот приобрести недорого хватит надолго сейчас увидите тут вообще ничего даже не убавится почти поэтому очень эконом вариант но я люблю побольше положить черного перца поэтому дробленый перец дополнительно вот это мы варим сколько с тобой супов наверно 10 или 12 до сварили и да что-то около я тут еще даже половина половины не кончилось ну то есть еще больше половины еще до половины до середины не дошли поэтому тоже хватит надолго а я я кладу много поэтому я думаю что здесь супов но 36 литровых кастрюль точно хватит вот так вот но без рекламы никуда сами понимаете вот надо чтобы продукты сейчас покупать 1 рыбина стоит блин 460 рублей килограмм но если мороженое может быть подешевле это на сегодняшний день от риска вообще там денег куча поэтому нужно как-то чтобы нести свой такой крест для миссию свою в популяризации супов со всего мира нужно как-то монетизироваться так что вы поймите меня правильно вот ну что давайте сейчас я покажу все что здесь есть куда варить я буду в 6 литровом котелочке погнали я как говорил уже был на соловецких островах получилось так что я был в сентябре и только-только вот приехал думал приеду на два денечка вот а получилось так что ну задержался вот начался шторм пришлось остаться зато обратно ехал на катере святой николай хорошо что я не поел все кто со мной ехал их выворачивала потому что был очень там серьезный шторм катер привязал сзади такой специальный как бы паром что ли который тащил и который не давал ему вот так вот сильно раскачиваться то есть с прицепом шел по этим по волнам мы были там в общем такой компанией профессиональных фотографов с украины художники были но это мы там встретились просто познакомились потому что ну были заперты штормом очень интересно ходил был на секирной горе конечно но это все очень трагически и такие очень тревожные вот это вот состояние на советских островах такой такой глубокой глубокой тоски мощи природной вот этого северной мощи такая стать вот эта мощь и и тоска очень сильно походит на вот это вот какое-то задумчиво состояние такого русского народа русского характера поэтому кто не был на советских островах я вам советую посетить для того чтобы ну еще лучше узнать как бы такие вот глубинные глубинные черты русской природы русского характера и вообще все из чего мы состоим ну я сейчас быстренько нарежу и встретимся уже около плиты да только лошади летают вдохновенно иначе лошади разбились бы мгновенно так два душистых перца я думаю хватит давайте 36 литров 3 3 перца вот чуть-чуть буквально ай один ну ладно пал дак упал и черный перец дробленый буквально тоже чуть-чуть раз не кончается банка не кончается так и перемешиваем заработала уже все и бульон ребята который я варил добросовестно потом я разберу это все естественно пошла 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 я это все разберу мясо все чуть-чуть миксером и туда вот это вот рыбное в пену вот прямо вот в жижу сделаем я так придумал и молочная тема будет очень вкусная ну что сейчас закипит да можно прямо сейчас принципе всю картошку туда выкладывать вот так все супер в описании по ссылке переходите найдете все специи мои прошу вас поддержать а если купите обязательно напишите хороший отзыв так ну вот посмотрите какая она ужасная некрасивая это вот это вот всякая переработка дод я разобрал рыбу да тут и молоки и все и рыбу подряд то есть ну вот такое детское лососевое питание получилось смотрите вещь-то хорошая вещь-то вкусная вещь-то но как бы составляющая то она такую кремозу даст вообще сумасшедшую просто поэтому пожалуйста рекомендую и даже я еще больше скажу вот это вот сливки то можно сюда прямо выливать и все и привет все вот это вот можно перемешать и вот это кремовая кремовую такую вот массу сливочное молоко да вот это все все можно туда идти и и выливать уже даже посмотрите у нас уже все скипела посмотрите раз все кипит ему потихонечку за белочку вот эту вот хлобысь ай кусочек даже остался какой-то ничего страшно вот раз туда выливаем каждую крошку ладошку каждую капельку в кастрюльку сейчас как только закипит выкладываем рыбу зелень но и водочку конечно пробуем на соль и все скоро увидимся будем подавать мы вот с ириной с моей женой любим очень когда наши дети сидят чего-то кушают и тихонечко чавкают мишка вот сейчас ему двух нет еще он сидит так хорошо чавкает прямо вообще чудо джази у нас тоже сидит тихонечко слышно как чавкает а вот так же чавкает булькает суп тоже так приятно звуки такие тихие очень такие равномерно гармоничные родные я бы достал теплые очень это душевные да вот я стою сейчас и вот слушаю да ну вот уже будет совсем забыли посолить поэтому солим по вкусу разводим все и начинаем выкладывать все до можете написать что вам тоже нравится слушать такое вот необычные какие звуки ну что дорогие друзья все она готова мы не варим в рыбу мы ее просто выкладываем вот так вот и все раз целую раз как только чуть-чуть буквально она закипит сразу же все выключаем понимаете нам варить ее не требуется я ее разобрал даже не резал а прямо руками разорвал как медведь как соловец и медведь ну на здоровье все как только кипнет сейчас перемешается все и выключаем не варим не надо очень многие думают что они умеют летать очень многие ласточки лебеди очень многие но немногие думают что умеют летать лошади очень многие лошади четвероногие давайте с вами уху соловецкую накладывать ребята на только лошади летают вдохновенно иначе лошади разбились бы мгновенно ну все погнали все все пробовать пробовать соловецкую уху ну как вы уже поняли кто смотрел мой выпуск сотый выпуск и знают что такая что такое уха лохи кейта финская уха то сами поняли что уже здесь есть родственные связи между ними но они разные в любом случае они разные вот но родственники поэтому нельзя их грести в одну кучу и назвать это там какой-то одним и тем же супом нет это разные вещи совершенно вот поэтому я и вывел их через большое расстояние в разные в разные категории в разные названия вот в ближайшее время буду снимать финскую уху из трески она калакейта называется поэтому смотрите в ближайших выпусках мы ее будем снимать завтра уже не сегодня с со славой и с георгием поэтому а сегодня мы давайте пробовать и подводить итоги вот этого выпуска замечательно я люблю сливочные супы в этой я знаю что мне понравится ну вообще муха ребят ли уха рыбно ой да тот тотально сливочный и рыбный бульон который мы перебили и перемешали сюда это конечно чудо все вот наверное даже горбуша она очень хороша здесь потому что она не сухая обычно-то она суховатий спасибо большое то что были вместе со мной посмотрели этот рецепт буду благодарен если вы напишите комментарий а еще больше буду благодарен если вы воспроизведете это у себя на кухне и напишите об этом комментарии да еще и будете подписаны не просто так на хавяву смотреть всего вам хорошего до свидания держитесь держитесь все тяжелые времена проходят до приятного пока до свидания